Несмотря на то, что в начале Тайлер воспринимается как главным героем, так соответственно и зрителям очень положительно, выступая неким освободителем персонажа Эдварда Нортона от его привычек, жестких, но в то же время совершенно незаметных из-за своей массовости системных привязанностей, как бы полностью перекраивая личность главного героя, все положительные качества Тайлера, такие как харизма, смелость, ум, масштабность мышления и так далее, в итоге сводится к нулю. И он воспринимается как некий безумный фанатик, альтер-эго, захвативший тело главного героя, решивший устроить мировой переворот и так далее. Однако пусть в фильме и было показано, что его замысел в итоге удался, по одноименному роману проект Разгром закончился провалом. В этом ролике мы взглянем на особенно эту ситуацию под другим углом, посмотрим насколько реально был прав или не прав главный герой и вообще постараемся разобраться, кто же такой был Тайлер Дерден. Также вы узнаете, почему именно Боб был единственным из тех, кто погиб, будучи участником бойцовского клуба и некоторые долги в пользу того, что он также был лишь воображением главного героя. Почему Тайлер спал с Марлой в перчатке? От вас, друзья мои, я как всегда жду совсем немного, если вам понравится видео, поспособствуйте его продвижению вашими лукозаврами и репостами, делитесь своими впечатлениями в комментариях, но пока усаживайтесь поудобнее и поехали. Чего только не было сказано про этот легендарный фильм, каких теорий не было выстроено даже, казалось бы, полностью сумасшедших. К примеру, что Боб — это и есть воплощение Бога. Как вам такое, а? Звучит бредово, хотя у автора этой теории, надо сказать, есть вполне себе интересные аргументы. Но согласитесь, что, говоря о бойцовском клубе, первое, самое первое, что приходит на ум — это он. Тайлер Дерден. По сути, Тайлер — это и есть бойцовский клуб, ведь именно этот персонаж в исполнении Брэда Питта в прямом смысле создал некий культ. Огромное количество бойцовских клубов по всему миру было открыто после этого фильма — реальных клубов, где мужчины отвешивали друг другу тумаков. То есть данная картина и этот персонаж в частности смог в прямом смысле выйти за рамки экрана своей идеологии. И тут я хочу сделать очень короткое отступление, по ходу фильма мы видим, как Тайлер по сути превращает людей вокруг себя в неких сектантов бойцовского клуба и его идей. Людей без собственной осознанности, если хотите. Ну и конечные ставки по сюжету были достаточно высоки. Тайлер ведь хотел устроить настоящий мировой переворот вполне радикальным способом. И едва ли такому действию необходима осознанность всех его участников. Тут скорее необходима слепая вера. Хотя лично я считаю, что рабы, желающие освободиться от рабства, попадая при этом в другое рабство, обречены оставаться все теми же рабами. И по сути для них меняется лишь внешний вид клетки. А если так, то в итоге все неминуемо вернется на круги своя. А реальное изменение положения вещей возможно лишь при наличии максимальной осознанности каждой отдельной единицы общества, что в итоге может привести к, так скажем, всеобщему благу. Но это так, исключительно мое субъективное мнение и отступление от общего повествования в данном ролике. Однако не обозначить эту мысль я не мог. Но давайте к Тайлеру. И скажите, а он вам случайно не напоминает кое-какого другого очень известного персонажа, а? Вообще, по некому внешнему образу, методами, любовью к взрывам и даже к конечной цели. А какую, кстати, конечную цель он преследовал? Взорвать здания компаний, владеющих кредитными картами. И это да, но для чего он хотел это сделать, помните? Если уничтожить данные о кредитах, мы вернемся к нулю. Возникнет хаос. Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. По сути, Тайлер это, так скажем, хороший Джокер. Умный, сильный, способный сплачивать вокруг себя людей с идеей и пониманием того, как ее можно реализовать. Но в отличие от Джокера, он не преследует цель пустить кровь или посеять панику и страх. Его не интересует боль и страдания, как некое вожделение. Но несмотря на это, для главного героя, а значит и зрителя, он в итоге воспринимается несколько негативно. Как бы как некая болезнь. Такое демоническое альтер-эго, которое хочет заполучить контроль над разумом главного героя. То есть персонаж-захватчик, если хотите. В некотором смысле паразит, которого подцепил главный герой, как какую-то болезнь. И что же мы сразу узнаем от Тайлера после первой встречи с ним? То, что это не просто фанатик с призрачной мечтой в штанах, а человек умный и начитанный. В самолете он сразу начал сыпать на главного героя практической информации о приготовлении взрывчатых веществ из подручных материалов. То есть это не просто абстрактные знания, а знания, которые могут реально пригодиться для осуществления определенных планов. То есть то, что способствует достижению цели, а не какое-то знание о чем-то вообще, которое полезно, пожалуй, лишь для отгадывания кроссвордов. И еще важный момент. Несмотря на то, что в обители Тайлера мы видим просто совершенный развал, дом, если это вообще можно так назвать, в котором нет вообще ничего. Обратите внимание, что там все завалено литературой. А значит, Тайлер приучил главного героя к чтению. И это восхищает Джека в Тайлере. Тайлер был кладезем информации. Иными словами, Тайлер научил главного героя не быть дураком. Телевизора и радио-то у него, заметьте, не было. А про интернет в года написание романа и упоминать не стоит. После встречи в самолете Тайлер избавил главного героя от привязанности к побрякушкам. Столиком иньянь, наборов посуды и прочего. И заметьте, что способ-то был радикальный и по-настоящему действенный. Действенный на перспективу, на, так сказать, пожизненное освобождение. А не на короткую прогулку от системных оков. Это вам не современные коучи, которые говорят о том, что надо выйти из какой-то там зоны комфорта или пожить недельку в деревне. Тайлер не вывел его из зоны комфорта. Он просто взял эту зону комфорта и взорвал. Хорошо, что произошло после встречи в баре? Нет-нет, перед этим. Главный герой изначально позвонил Тайлеру, потому что хотел у него переночевать. Просто потому, что ему было негде спать. И вот он собрался искать отель. А Тайлер сказал ему «Не ходи вокруг да около, а спроси». Не надо юлить, чего-то там придумывать, ну знаете, все как принято в нашем обществе. Правду нужно закутать под такой слой всего этого ненужного трепа, что она порой может вообще в нем потеряться. И первое, чему он учит главного героя – не притворяться. Отбросить всю эту лишнюю мишуру и быть самим собой. На протяжении всего фильма Тайлер высмеивает ложь и притворство, которой буквально окутано все. В самолете назвав Джека умником, когда тот попытался произвести впечатление. В баре, говоря о том, кем по факту являются люди, высмеивает бессмысленные знания, вроде «А зачем таким, как мы, знать, что такое дюэ?», говорит о массовом вранье на сборе бойцовского клуба и так далее. Вранье преследует человечество повсюду. Лицемеры. Все эти говорящие головы, рассказывающие вам, как стать богатым, красивым и успешным, всем им плевать на вас. Это хорошо было показано в моменте, когда на одной из таких встреч Хлои говорила о том, что ей хотелось бы напоследок заняться сексом. Но зачем даже в таких, казалось бы, максимально откровенных заведениях позволять человеку говорить то, что он реально хочет, то, о чем он действительно беспокоится, если это выходит за границы дозволенного, верно? Иди, Хлои, оставь свое более желание при себе, а мы тебе похлопаем. Тайлер, наоборот, способствовал высвобождению и реализации этих желаний. Вспомните парнишку в магазине, который хотел стать ветеринаром. Главному герою, который хотел переспать с Марлой. Кучу нереализованных, зажатой системой участников бойцовского клуба. И даже самое главное, потаенные желания главного героя, которое было зарыто настолько глубоко в нем, Тайлер смог выпустить на свободу. Но об этом более подробно чуть позже. Следующим, от чего избавил Тайлер главного героя, была боль. Ведь жить без боли – это тоже комфорт. И что же случается с человеком, когда он чувствует боль? Он к ней не готов. Он начинает паниковать, соглашаться под ее давлением с тем, с чем он в действительности не согласен. Ведь в сцене с поцелуем мы видим, как человеком под приступом боли легко манипулировать. И именно боль, страх перед ней, также делает человека рабом. И Тайлер научил главного героя ощущать боль. Вначале он дал ему поддых, затем еще раз и еще. И далее последовал химический ожог. Так наступает привыкание. А привычки уже не вызывают страх или панику, а значит ты свободен от них и, что самое главное, от их последствий. Далее последовал страх смерти. Потому что страх смерти – это, пожалуй, главный ограничитель. Осознание того, что она далеко дарит тебе комфорт. Но она же является основным поводком, за который тебя держит система, против которой боролся Тайлер. Все мы боимся умереть, но не просто умереть, а испытывать при этом боль и страх. И Тайлер говорит об этом, когда прижигает руку главного героя, а затем создает ситуацию, которую ты не контролируешь. И вот главный герой едет в машине без управления и узнает, что чувствовали те люди, которые попадали под формулу его компании. А когда человек прочувствует на собственной шкуре то, что произошло или могло произойти с другими людьми, он, как это ни странно, становится более человечным, потому что он, вылезая в их шкуру, разделяет их чувства по-настоящему. Марла. Тут следует уделить особое внимание. Марла – это освобождение от лжи. Главному герою нравилась Марла, но он врал самому себе. За напускной мудростью дзен-буддистских фраз в Джеке таилось желание просто тр***ть Марлу, что и делал Тайлер. И, кстати, предложил главному герою, но тот отказался. Ведь зачем Тайлер т***ал Марлу так, чтобы главный герой, ну то есть он сам все слышал? Чтобы обличить эту ложь главного героя. Ведь вспомните, кем Джек представлял Марлу? Отражением его лжи. И трахая ее так, чтобы он слышал, он обличал эту ложь. Ведь главного героя раздражал не сам факт того, что Тайлер занимается сексом, а то, с кем он занимается им. Ведь я понял, что ты нравишься мне по-настоящему. Кстати, интересно, что в постельной сцене главный герой обнаруживает Тайлера с перчаткой на руке. Помните, как Марла говорила про себя? Она не человек, а копище мерзости. Но правильнее будет сказать «отходы», потому что именно так это дословно и переводится. Инфекционные отходы жизнедеятельности человека. И именно как отходы можно перевести текст, который мы видим на баке липосекционной клиники. И что интересно, заметьте, бойцовский клуб – это единственное общество, куда Марла так и не попала как участник, она, черт возьми, была даже в клубе рака яичек, но не там, где в основе лежала мужская идеология. И тут также можно выстроить множество параллелей между Марлой и ложью, которую она отождествляла. Кстати, Тайлер также научил главного героя говорить «нет». Отказывать кому-то, когда ты этого не хочешь, не поддаваться давлению, тоже надо отметить достаточно полезное качество. Этот разговор закончен. Закончен. А если вспомнить библейские сюжеты, то «Змей-искуситель», «Сатана» и так далее, который также назывался в этой книге «Отец лжи», первым искусил именно Еву, а потом же Ева искусила Адама. И вот Тайлер, а на самом деле как бы главный герой, очень не хотел, чтобы Марла попала в клуб. И Тайлер реально боялся только ее. И вспомните еще один интересный момент. Кто был единственным погибшим участником в бойцовском клубе, был кто? Боб. А что мы знаем о Бобе? Боб с большими титьками. Обмотай этим его богатством, Боб. Яйца, у него как лед. Тайлер тоже сделал акцент на этом, и в отличие от главного героя, даже не расстроился, узнав о его смерти. Не разбив яиц, омлет не приготовишь. И Боб, это их единственный персонаж, кто в итоге ушел, когда Тайлер прогнал его с крыльца. По факту, если бы главный герой его не остановил, рассказав, так сказать, тайну вступления, ведь это была тайна для новичка, то Боб не попал бы в общество, и тем самым не стал бы тем единственным, кто умер, выполняя очередное задание. И кому первый раз поплакался главный герой? Бобу. И не просто поплакался, а поплакался как мамочки, уткнув свое лицо между здоровенными сиськами Боба. Собственно, с этого момента и началась история слез и соплей Джека. И Бобу ведь удалили оба яичка. Кстати, одна из теорий о бойцовском клубе говорит, что не только Тайлера, но и Боба тоже в реальности не существует. Помните эпизод в начале фильма, когда коллега главного героя осматривает разбитую обгоревшую машину, в которой погибла семья. Так вот, автор теории предполагает, что человек за рулем и был Боб. В пользу этого говорит несколько фактов. Глава семейства был очень крупным мужчиной. Машина, которая разбилась в ДТП, была точно такой же, на которой позже попали в аварию Тайлер и Джек. И, наконец, на теле погибшего была рубашка, надетая на Боба в момент его встречи с героем в группе поддержки. И также участник ДТП был не один, а с семьей. Главный план Тайлера заключался в том, чтобы избавить мир от финансовой системы. А та некая негативная финальная развязка, где главный герой говорит Тайлеру, что тот хватил лишку, и он этого в действительности не хотел, и так далее, это, знаете ли, очень и очень спорный момент. И он лишь показан, как какая-то победа над демоном. И хотя в романе никакого взрыва не случилось вообще, тут можно провести очень много интересных выводов. Ведь исходя из вышесказанного и всего того, что Тайлер дал главному герою, да и не только ему, можно предположить, что главный герой не захотел пойти до конца, потому что, во-первых, банально испугался масштабов, а во-вторых, что вполне, кстати, естественно, испугался того, что он потеряет собственную личность, и Тайлер полностью поглотит его. Но если смоделировав ситуацию того, что Тайлер не был плодом воображения главного героя, слова Тайлера о том, что в итоге главный герой сказал бы спасибо, выглядит вполне правдоподобно. И для него это действительно оказалось бы очередной планкой, к которой он банально не был готов, как когда-то не был готов ко всем тем испытаниям, через которые он прошел. Ведь если сравнить главного героя и Тайлера, то последний был личностью незаурядной, мыслящей масштабно, практично и взвешенно. И возвращаясь к сюжету фильма, где Тайлер был лишь плодом воображения, мы сможем вполне обоснованно предположить, что где-то глубоко внутри главного героя жила мысль о том, что фундамент человеческих бед кроется именно в деньгах. Ведь это, черт побери, мысль любого винтика системы, которому этих самых денег всегда не хватает и не будет хватать. Эта тема ведь тоже идет в фильме совершенно незаметно для зрителя, но на протяжении всего хронометража. С нее, можно сказать, вообще все и началось, когда главный герой рассказывает о формуле компании воображаемой пассажирки, когда настал момент, что ему буквально негде спать, когда Марла берет еду умершей соседки, потому что бедствует, Боб стал банкротом и от него все отвернулись. Именно деньги были нужны главному герою от своей компании, чтобы спонсировать бойцовский клуб на ставку независимого консультанта и спокойно работать дома. Именно доход от сбора в таверне интересовал ее владельцу лду, а Талли рассказал, что все бесплатно. Кроме как тратить деньги на совершенно ненужные товары, рядовому пользователю зачастую ничего в голову прийти не может, а на что-то большее ему их никогда и не хватит. И вся его фантазия зачастую ограничивается мечтами о том, чтобы наконец обустроить свой быт, обставить свою халупу и наконец уже настал тот момент, когда будет нечего желать. И вся эта идея со взрывом в реальности главного героя просто являлась его потаенной мечтой, которая просто казалась настолько невероятной и настолько недостижимой, что для личности его масштаба могла иметь право на жизнь лишь в той части бессознательного, которая даже в качестве осознанной и реальной мысли не могла быть выпущена наружу. Но об этом мечтает по сути каждый. А бойцовский клуб был лишь ступенью к этому, чтобы сплотить вокруг себя тех, кто способен действовать и действовать масштабно, а не только заниматься мелкими шалостями в виде разгрома кафе или смайлика на небоскрёбе, лишь изображая некий немой знак протеста, но по факту не представляющий никакой угрозы для реально существующей системы. И вроде как зритель в итоге думает, что Тайлер просто псих, и его конечная цель полностью бредовая. Именно цель, а не её реализация, ведь башни-то были пустые. Тайлер вообще-то не какой-то убийца, что кстати радикально отличает его от размалённого Джокера. Он просто хотел дойти до финала. Он решил реально сыграть против системы, а не просто делать вид, изображая мускулу, которая тявкает со стороны на слона. Помните, по факту у главного героя не было никаких аргументов против этой идеи, что он смог возразить Тайлеру, что Боба нет. Один человек, который, заметьте, не был принесён в жертву, а закончил жизнь в связи со стечением обстоятельств, и всё, больше никаких потерь. Но главный герой испугался, ему не хватило бы духа для того, чтобы преодолеть свой страх и перейти этот очередной барьер. Страх перед неизвестностью, страх слишком масштабных изменений. Но повторюсь ещё раз, это не значит, что он не хотел бы этого делать. Ведь это не желание Тайлера, а главного героя, потому что это не Тайлер псих. Нет, псих ты. Следовательно, это то, чего реально хотел главный герой. Хотел где-то очень глубоко внутрь себя. Хотел, но в итоге испугался. Тайлер, я благодарен тебе за всё, что ты сделал для меня, но ведь ты хватил лишку. Этого я не хочу. А чего хочешь? Вернуться на поганую работу? В вонючем кондоминиуме смотреть сериал? Я не согласен. Я протащу нас через это. А ты опять будешь вопить и отбрыкиваться, но в конце скажешь спасибо. В общем, такие дела. Были планы в будущем, дело для вас обзоры на разных культовых персонажей кино, и возможно не только кино, но тут всё зависит как всегда от вас. Если оцените видео, то будут выходить и намного более подробные выпуски, так что давайте, друзья, жду от вас поддержки ролику, и конечно обратную связь в комментах. И предлагайте своих персонажей на разбор. Потому что, знаете, очень много произведений крутится вокруг конкретных личностей, и иногда хочется разобрать именно её, а не весь фильм в целом. Пишите, не забывайте про лукозавры, репосты, финансовая система пока живёт и здравствует, так что для желающих поддержать монеты буду рад подписке на Патреоне. Читайте книги, и до новых встреч в клубе. Всем удачи.